Всем привет! Каждый день мы пользуемся системами исчисления, даже не задумываясь об этом. Рассчитываясь за покупки в магазине, смотря сколько очков набрали в любимой игре, или просто считая от 1 до 10 на пальцах, мы с вами пользуемся десятичной системой исчисления. И как бы, это такие фундаментальные знания, что об этом можно даже не говорить, но на деле мало кто ответит, что такое разряды, что такое позиционные и непозиционные системы исчисления, да и вообще зачем и для чего это всё нужно. Об этом я сегодня вам и расскажу, и особенно это будет полезно начинающим программистам, потому что тут системы исчисления везде куда ни посмотри. Так что, поехали! Но сначала кое-что интересное. Как вы знаете, сейчас почти везде есть такой развод, когда тебе продают домен на год за 100 рублей, и ты как дурак ведёшься, и только к концу этого года понимаешь, что продлевать домен дальше стоит уже не 100 рублей, а полторы-две тысячи. И такого развода на самом деле хватает. Так что найти сейчас честный хостинг, который не пытается надуть тебя на каждом шагу, это большая редкость. Но один из таких по-настоящему честных, это Фоззи. Фоззи. Ребята тут не терпят обман и сразу говорят всё как есть. К тому же они не экономят на ПО, и поэтому их сервера работают над топовым лайтспид, скорость которого минимум в 5 раз выше Апача. А для вас это значит только одно, сайт будет работать молниеносно. Ну а ссылку на хостинг Фоззи вы найдёте в описании под роликом. Окей, начнём с того, что система счисления — это просто способ записи или же представления числа. То есть, как бы, что если тебе нужно посчитать количество деревьев? Ты можешь начать загибать пальцы, но они у тебя типа не бесконечные. Ты можешь рисовать или расставлять палочки, где одна палочка будет равняться одному деревцу. Но что если деревьев будет, скажем, тысяча? И, наконец, ты можешь сопоставить некое количество деревьев к какому-то предмету или рисунку, как это, например, делали в Древнем Египте. И у них там была так называемая древнеегипетская десятичная система. И для обозначения единички у них была всё та же палочка, для обозначения числа 10 был вот такой знак, а для числа 100 уже вот такой завиток. Ну а десятичная их система называлась только потому, что эти знаки не могли повторяться больше девяти раз. Потому что люди уже тогда начали группировать символы. И в данном случае основанием этой системы счисления стало именно число 10. То есть каждый символ тут является представлением числа 10 в какой-то степени. И таким образом, чтобы записать, скажем, число 101, в Древнем Египте вы бы написали что-то вот такое. Знаю, выглядит смешно, но люди так и делали. А для числа 1111 был бы уже вот такой рисунок. И принцип такой системы, когда предмет или рисунок сопоставлен некому числу, я думаю, вы уже понимаете. А сам этот подход называется непозиционной системой исчисления. Потому что каждый символ тут, независимо от позиции, всегда равен одному и тому же числу. Примерно так же, кстати, работает и знаменитая римская система счисления, где для обозначения чисел 1, 5, 10, 50, 100, 500 и 1000 использовали соответствующие латинские буквы. А само число в римской системе – это набор стоящих подряд цифр, сумма которых высчитывается все так же довольно легко. Единственное в римской системе, если слева от большей цифры стоит меньшее, то значение будет равно разности между большей и меньшей цифрой. При этом левая цифра может быть меньше правой максимум на один порядок. То есть, например, перед V может стоять только I, а перед C и L только X. И таким образом число 4, например, записывалось вот так. Число 49 вот так, 555 следующим образом и, наконец, 333. Но это все, конечно, только для примера. Ну и еще там были правила про черточку, которая увеличивает значение цифры в тысячу раз и превращает запись вида MV в 4000. И про то, что цифры V, L и D не могут повторяться, а I, X, C и M могут повторяться не более трех раз подряд. Но не будем вдаваться в подробности римской непозиционной системы исчисления. Лучше перейдем к более современным. Так вот, сейчас люди уже повсеместно пользуются позиционной системой исчисления, первые проявления которой начали появляться еще за 2000 лет до нашей эры у вавилонян в их вавилонской шестидесятиричной системе. Что интересно, таблицу умножения они даже не пытались запомнить, потому что это было невозможно. Но об этом я говорю по другой причине. Изначально нашу привычную десятичную позиционную систему исчисления придумали в Индии. Затем у них эту идею скоммуниздили арабы, от которых ее переняли мы, европейцы. И почему-то с тех пор все называют эту систему арабской. Вот только почему, непонятно. Ну, как бы окей. В этой самой десятичной системе исчисления в каждом разряде или же позиции может использоваться только одна цифра от 0 до 9. А основанием системы является как раз число 10. Именно поэтому система называется десятичной. А чтобы было легче понять, давайте возьмем в пример какое-то число. Пусть это будет 113. И если бы наша система была не позиционной, то такая запись в итоге дала бы число 5. То есть 1 плюс 1 плюс 3. Но у нас позиционная система. А значит, каждая цифра в такой записи имеет свой разряд, который считается справа налево, начиная с нуля. И таким образом, чтобы получить число, нам нужно умножить каждую цифру на основание системы, возведенную в степень разряда. Соответственно, для числа 113 это получается 1 умноженное на 10 во второй степени, плюс 1 умноженное на 10 в первой степени, и плюс 3 умноженное на 10 в нулевой степени. И в результате получается число 113, а не 5. Именно потому что мы применяем позиционную десятичную систему счисления для записи данного числа. И как по мне, система очень даже простая и удобная. Примерно так же, кстати, работают и двоичная, восьмиричная и шестнадцатиричная системы счисления, которые уже часто можно встретить в том же программировании. И у той же двоичной системы счисления основанием, как вы уже понимаете, является число 2. А для записи числа используются только цифры 0 и 1. И таким образом, 1, 0, 1 в двоичной системе исчисления будет являться репрезентацией числа 5 в нашей привычной десятичной системе. Ведь вспоминая формулу, 1 умноженное на 2 во второй степени, плюс 0 умноженное на 2 во второй степени, плюс 1 умноженное на 2 в нулевой степени, равняется 4 плюс 0 плюс 1, равняется 5. То же самое работает и в восьмиричной системе исчисления. Вот только у нее основание уже число 8, а для записи числа используются цифры от 0 до 7. И для перевода, скажем, числа 555 из восьмиричной системы исчисления в десятичную можно действовать по той же формуле. В итоге получится число 365. Ну и точно так же, в принципе, все устроено для шестнадцатиричной системы исчисления, которая на английском, кстати, называется hexadecimal, которую, кстати, обычно используют для указания значений цветовой модели RGB, потому что 16 умноженное на 16 – это 256. А как мы знаем, числовое представление RGB для каждого канала указывается числом от 0 до 255. И таким образом тот же hex цвет указывается, например, вот так, что является ярко-красным цветом, потому что до предела выкручен именно красный канал. А сама же система исчисления имеет основание 16, где для записи числа используются цифры от 0 до 9 и еще буквы ABCDEF, которые являются, по сути, аналогом для 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Ну а перевод числа из шестнадцатиричной системы исчисления в десятичную выполняется абсолютно точно так же, как я ранее и показывал. Но куда интереснее уже перевести, например, восьмиричную в двоичную или шестнадцатиричную в восьмиричную. Ну или изучить для себя новые системы, в том числе троичную, четверичную и двенадцатиричную. Есть даже так называемые смешанные системы исчисления. К их числу относятся факториальная и фибоначевая системы. Но об этом вы уже можете почитать и сами. Самое основное я постарался вам сегодня рассказать. И надеюсь, вы поняли, что такое системы исчисления, как они устроены и для чего нужны. В остальном же я жду ваш царский лайк. Конечно же подписывайтесь на канал и включайте колокольчик уведомлений. Так мои выпуски хоть иногда, да будут появляться у вас на главной ютуба. Удачи и всегда помните, знание – сила! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok